ПЕСНЯ 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 Души ПЕСНЯ 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 И сегодня мы являемся зрителями, как новые души, братья и сестры будут вступать в завет с Господом. Я прочитаю Слово Божие, которое нельзя пройти в этот прекрасный день. Иванове Матфея 3 глава. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской. И говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Тогда приходит Иисус из галереи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил, мне надо накреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ, оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Когда Иоанн допускает его. И крестившийся Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса. И увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. И все глаз небес благолющий, все есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение. Событие, которое прошло на берегу Иордана, сегодня мы вспоминаем на берегу Днепра. Иисус, Мессия, которого ждал Израиль, пришел к своему народу. Но его не поняли, его не приняли. Но для тех, которые приняли его, верующим во имя его, дал вас быть чадами Божьими. Слава Богу! Некоторые приняли Христа, которые сегодня являются членами церкви Господа нашего, которые ожидают явления его, сегодня с радостью вспоминают свой день, когда они вступали в воды Днепра или другой какой-то реки и давали обещание служить Богу в доброй совести. Но Иисус Первый показал нам пример. Когда Иоанн крестил, когда Он проповедовал крещение покаяния, Иисус пришел на берег. И Он сказал, Иоанн сказал, я не знал Его, но пославший Меня крестить сказал, на ком увидишь Духа Святого Сходящего, как голубь, и пребывающего на Нем, Он есть крестящий Духом Святым. И когда Иоанн увидел Иисуса, приближающегося к нему, Он сказал, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Дорогие мои, Иисус Христос взял на себя грехи ваши и грехи мои. И если ты еще не познал Его, если ты считаешь себя еще неверующим человеком, и твои грехи Иисус понес. Слава Ему! Стоит сегодня верою принять Его в свое сердце, покориться Евангелию, Иисус Христос прощает грех. Для этого Он пришел. Проповедь Иоанна потрясла всю окрестность Иорданскую. И Иерусалим выходил к нему. Вся Иудея шла к нему. Иоанн говорил о покаянии. Иоанн не призывал людей, какие вы есть, только приходите, только служите. Он говорил, паскайте. Прежде всего, оставление грехов. Если человек грех не оставляет, ничего крещению не поможет. Вы намочитесь по ней и выйдите снова в воды. Мы можем не увидеть сердце. Мы видим ваши лица, вашу прекрасную белую одежду. Но Господь видит сердце. Ваш внутренний трепет, ваше благоговение, ваше ожидание Божьих благословений в вашей жизни. Вашу верность. Он видит, как вы будете идти по жизни уже сегодня. Принимайте решение. Служить Богу всю жизнь. Доброй совести, как говорит нам Святое Писание. Я открою еще одно место и читаем Слово Божье, которое записано в послании римлянам. Это слово мы часто читаем, когда готовим людей к водному крещению. Шестая глава римлянам. Мы были соединены и подобием воскресения, зная, что ветки наш человек, распятим, чтобы упразднено было власти. Ибо что он умер, то умер однажды для греха. А что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, во Христе Иисусе, Господе нашим. Это проблема, которая сегодня встает перед многими людьми. Многие люди хотели бы быть верующими, но они не хотели бы распять святевиков. Писание говорит, где червих не умирает и огонь не угасает. Этот транспект идет узким путем. Единственная дорога, которая доведет людей до Царства Небесного, и двери рая откроются для них. Это люди, избравшие узкий путь, о котором учил Иисус Христос. Поэтому мы приглашаем людей пойти узкой дорогой. Новый человек подражает не этому миру, а подражает Иисусу Христу. Он старается идти по его следам. А его следы мы знаем, куда побери. Ноги Иисуса Христа в последний раз встали на галере Иоанске, оторвались на земли. И облако встыло его. Новые люди однажды сделают последний шаг на этой земле. Оторваются от земли. Божье обетование. Это Божье завещание. И мы иначе поступать не можем. Мы не брызгаем на людей водой сверху. Крещение обозвращает погружение. Это тепло. Эти воды сегодня будут стоить могилой. Мы похороним прежнего человека. Станет новый человек. И призвание Божие. Если вы уподобились смерти Господней, уподобьтесь воскресению Его. То есть живите новой жизнью для Господа. Мы будем идти к молитве в этот час и будем призывать имя Господне и Божье благословение на крещаемых, на братьев, которые будут полежать это крещение. Но может быть есть душа, которая принимает в сердце решение. Я пойду узкой тропой. Я буду идти за Господом. Я пойду с церковью. Я буду ожидать Его. Если в вашем сердце есть такое желание, вы можете прийти сюда. Мы вместе помолимся о вас. И Иисус Христос сказал, приходящего ко мне, не изгоню вон. Его любовь сегодня еще распространяется. Это время благодати. Это день спасения. Это время благоприятное. Это лето Господне, когда еще спасение провозглашается. Мы не знаем, что будет завтра. Мы не знаем, что грядущий день принесет. А сегодня милость Божья распростерта над новой кахоткой. Слава Богу. Над моим сердцем мы будем молиться. Дорогие мои, я призываю вас всех к горячей молитве. День спасения. Бог ищет пропавших грешников. Он не желает, чтобы кто-нибудь попал в место мучения. Он всем предлагает вечную жизнь. Иисус говорит, что Бог хочет, чтобы все люди спастись и пришли к познанию истины. Он знает тебя. Он знает твое сердце, как ты стоишь на этом берегу, рассуждаешь. Да, Он стучит в твое сердце. Открывай его и принимай Иисуса Христа в твое сердце. Не стыдись. Не стыдись. Люди говорят, как много людей. Что скажут соседи и родственники. Как я буду вести жизнь свою? Иисус сказал, если кто постыдится меня в этом роде греховном и прелюбодеянном, того и я постыжусь перед Отцом Моим и перед Ангелами Небесными. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 На основании твоей веры, твоего обещания крещу тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. 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 Веришь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий? Верую. Обещаешь ли Ему служить доброй и чистой совести? Обещаю. На основании твоей веры и твоего обещания крещу тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Верую. 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 Обещаю, что мы твоей доброй и чистой совести? Обещаю. 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 Господь, нас всех благослови. У нас сегодня будет еще зебрание. Господи, хай твоя рука будет над нами. Благослови всех, кто в этом месте. Хай благодать твоя, хай Дух Святой твое, торкается сердце его. И там, в твоем сердце, сделай эту работу для того, чтобы отримать спасение, покаяться и служить тобі верой и правдой. Господь, мы за все тебя благословляем, за это прекрасное солнце, за эти прекрасные хвили, за эту милюсть, здоровую любовь. И далее, Господи, хай твоя рука, у нас все благослови нас в святии нашему, для славы твоей, для имя твоего прославлено. Вики вечера, Христа, Сына и Святого Духа. Аминь. Сына и Святого Духа. Сына и Святого Духа. Слава Богу. Слава Богу. Всего вас сниму. На фоне Днепра. Сестра Люба вас снимает. А ну, красиво. Не гочи вы. Слава Богу. Слава Богу. Я продеваю поздравления от классов в уехали. Слава Богу. Вот, Серёжа, ты что? Вот, Серёжа, ты что? Вот, Серёжа, ты что? Вот, Серёжа, ты что? Ты же микрофон записывал. Что-то вы замовкаешь, не будь говорить. Знаешь, ты заховался. Осенья святок, конечно. Кровчики. Что, Леся, наследующий рік? Не знаю. Чого? Вчера я эту девчонку и не узнал. Так же вона выросла. Така стала балакуча. Расскажи, ну, мы снимем для тети Валя. Ты расскажи, как тебя звать? Расскажи. Аня. Как, как? Аня. Так, ясненько. А теперь расскажи, как твоих братков и сестричков звать? Менслава, Менслава, Багдан, Вася Илья. Ясно. Ну, сейчас скажи, какие-то бюроки. Клей. Клей. Ну и дальше. Клей. 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 Вітання від мене. Спасибо. Да. И маме вітання. И братику и сестре. Слава Богу. Слава Богу. Слава Иисусу. Слава Богу. Как самопочутствие? Первые слова после хрещения. Амилуя. Слава Богу. Слава Богу. Первые слова. Точно, как заново народился. Да. Хай Господь благословит, чтобы и до конца дійшли. Да. Когда будете смотреть это, будете показывать детям, внукам. Будете вспомнить, что было такое приколение. И это Господь еще прожил жизнь на этой земле. Так смотрел на Дніпор, это так смотрел. И так смотрел, это такая темная река, и они вдвоем. Ну прям, я от себя ощутил, не на этой земле, вот серьезно, я как-то так, вот я побачил, как они подняли вот так руки, вот так вода везде, я такой, а меня ж дуга захватила, думаю, ну не земнется что-то, это действительно такое святое, да, это действительно от Господа. И вообще, слава Богу, что Господь обратил свой взор на нас, и он нас принял, таких всяких разных, 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 таких беленьких, да, по своей милости, беленьких зробил. Вот, видите, все на память. Не хочет? Спасибо. 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 Мда, мама. Поскучилась, да, мама. Бабушка тоже? Бабушка тоже? Да. Да. Попались. Слава Богу, я говорю, я верю в Господа Иисуса Христа, если ты весь добрый, значит продолжать работу, продолжать молить. Да, потому что мы подзакинули это дело, допустили, начали заниматься на следующий рік доця, зять, потом через трех лет внуки. Да, да, конечно. А вот еще я заживлюсь по всему, да, сошел, поправку? Попробую. Витаю. Витаю. Первый раз, да. По половине отвертило уже. Стань, жинку я сниму. Ваши дочери, слава Богу, гарни таки. Чого ви всіх не взяли з собою? У нас всі не влазять. Вому всі целе организацію в собі, і, наприклад, айпа, айпа, наilles. Хоча? Хоча. Мам. Спасибо. 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 Не те життя наших садов аналитика, и тут, чтобы выражать, кто приедет в собю депрессия, не те життя, в сегодняшний момент, будучи, я хочу сказать, что життя на ЦНТФ, и в книге так написано, я с ним было сказано, что життя закруто, и в ближайший час будет, замен будет. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...